меня зовут сергей с тема сегодняшнего доклада апачи шторм и путь который мы прошли за этот год от процесса никак оркестрации в принципе расскажу вам о том что мы видели с чем мы боролись что у нас возникало если случайно проскочит какая-то слеза боли прощу прощения сразу но в принципе давайте начнем как я сказал меня зовут сергей в принципе последние пару лет я занимаюсь тем что изучаю распределенные системы и в принципе на них мы сегодня поговорим начнем мы наверное не с того что мы видели за этот год а начнем с каких-то базовых вещей для того чтобы я так понимаю что не все ребята как бы на одном уровне и для того чтобы не потеряться где-то контексте мы пройдемся просто по терминологии потратим буквально там минут на 5-10 посмотрим что такое шторм и дальше я просто пойду по кейсам постараюсь того чтобы это было свободной как бы манере и попробуем просто пообщаться так может быть сразу предупрежу что по определенным причинам я не могу рассказывать все что-то я исправил что-то поменял что-то поубирал но в принципе как бы все как бы на реальном проекте практически так что ничего ничто не упрощено начнем с того что так как мы говорим о мире бигдаты есть несколько подходов по как бы процессингу данных первый наверное большинство знает это бачинг подход то есть так называемый используемых дуб когда мы берем большой кусок данных там аккумулируем в течение какого-то прошутка времени допустим сутки там двое-трое недели и потом одним большим пакетом все это одним большим пакетом все процессе и как бы получаем на выходе какой-нибудь файл проблема то все хорошо мы можем это как-то сагрегировать даже как-то ускорить проблема только в том что все данные нам нужны здесь и сейчас мы их не можем получить потому что нас есть огромная задержка для этих целей использую другой подход так называемые стриминг когда мы получаем ивенты процессе мы здесь и сейчас ну и получился как бы есть такой промежуточный продукт который называется практически real-time processing или микробатчинг когда мы по данной аккумулируем течение секунды или там допустим 100 миллисекунд быстренько его обработали и принципе задержка достаточно мало но достаточно для того чтобы как бы эти данные получить принципе выбирают два из этих подхода комбинируют и получают так называемые лямбда архитектуры те кто не знает это в принципе когда у нас идет процессе на две стороны то есть есть такой дорожка быстрая и дорожка короткая то есть на батчинг и то что именно батч лэйр он занимается тем что данные процессе за какой-то долгий промежуток времени на спидвайере у нас стоит либо шторм либо апача который получает данные здесь и сейчас агрегируется с полученными данными заранее и на выходе клиент уже дает агрегированные данные таким образом мы как бы получаем ну хадуп нам дает принципе какую-то консистентность данных и гарантирует того что они валидные верхней часть быстрый уровень добавлять данные которые которых нам не хватало и мы получаем данные ведь здесь и сейчас было я перейдем дальше какие термины термины мы сегодня сначала нам нужно изучить это термин в принципе апача шторма поркер болт спаут экзекьютор группинг топология в принципе этого достаточно чтобы чтобы говорить о проблемах которых с которыми мы встречались давайте разберем их все по очереди ну еще наверно что с архитектуры все-таки шторма пару слов буквально самая главная нода координационная называется нимбус то есть она в принципе где-то стартует отдельно в нее основная нагрузка это просто координация и на той же ноде обычно висит яйка на которой мы можем увидеть какие-то стандартные метрики и понять где у нас допустим узкие места где в принципе какие-то цифры которые нам нужны и есть рабочие как бы ноды на которых крутятся так называемые воркеры принципе по названию понятно что они делают для того чтобы гарантировать что воркер если упадет он поднимется опять используется супервайзер это еще отдельный сервис тоже стоит на ворке ты на каждом орке свой супервайзер и lock viewer так это в принципе можно ставить или нет для того чтобы через юайку можно было видеть еще и логи в принципе все достаточно просто точно уже здесь что нужно запомнить что воркер это в принципе какой-то java процесс в котором происходит какая-то бизнес-логика в принципе только о нем сегодня будем говорить. На одной ноде, на физической ноде можно поднимать несколько таких воркеров, в принципе любое количество, но рекомендованная цифра это 2 для того, чтобы обеспечить максимальную производительность и параллелизацию. В нашем же проекте мы пришли к тому, что лучше взять меньше ноды и поставить, допустим, один, получаем больше эффективность. В принципе, на каждый воркер, как я сказал, это какой-то процесс, в котором что-то происходит. Для того, чтобы там что-то происходило, естественно, нам нужны какие-то классы, которые обеспечивают эту собственную логику. Начнем с того, наверное, с первого. Это спауты. Спауты это такие сущности, которые отвечают за то, чтобы подтягивать данные в наш процесс. В принципе, шлется какой-нибудь запрос на кавку, вытягивается какой-то большой кусок данных. Дальше, пока это кусок данных не обработалось, как бы спаут спит. Когда мы закончили процессить этот кусок данных, он подтягивает новые, таким образом гарантирует постоянный, непрерывный поток каких-нибудь ивентов. Есть еще также болты. Болты отвечают за то, чтобы… Это, в принципе, наша бизнес-логика. Она отвечает за то, чтобы, в принципе, взять за процесс ивент, что-то с ним сделать и отдать следующему болту для дальнейшей обработки. Зачем, в принципе, нам нужны несколько такая цепочка именно болтов, потому что, в принципе, нам нужно в некоторых моментах организовать какую-то подгрузку, допустим, third-party зависимостей. Для этого нам необходим болт, который будет просто аккумулировать данные. Либо же нам нужен какой-нибудь batching layer для того, чтобы процессить данные, допустим, пачками по 10, 20, 30 штук. Для этого тоже нам нужен какой-то batching bolt. Либо же нам нужен просто обыкновенный парсер. Либо же мы просто хотим какой-то достичь еще дополнительной конкуренции или парализации. Поэтому их, в принципе, устраивают такие цепочки. Для того, чтобы обмениваться данные между болтами, используют, в принципе, shuffling, группировку. Группировка бывает разная. Можно, в принципе, прокидывать через данные из болта на болт через ноды, либо оставлять его в рамках одного процесса, так называемый local grouping. В принципе, тут, наверное, все. Единственное, еще два термина, которые мы не рассмотрели, это экзекьютор и топология. Экзекьютор – это тот же самый принцип и болт. Я чуть дальше при теме расскажу, в чем у них отличие. Но, в принципе, считайте, что это, в принципе, одно и то же. И все вместе болты, которые мы поднимаем, и воркеры называются топологией. Так, ну, прежде чем мы идем дальше, давайте, наверное, остановимся здесь и такой вопрос. Все ли понятно по этим терминам, которые я назвал? Worker, болт, спаут, экзекьютор, группинг и топология. Группинг. Ну, группинг – это группировка, да? С английского. Термин обозначает, каким образом мы прокидываем ивенты между болтами. То есть у нас, где, допустим, болт 1, болт 2, они могут находиться на одной локальной машине, а могут находиться на разных. То есть мы можем выбрать режим, при котором они будут оставаться в рамках одного процесса и таким образом избежать каких-нибудь сериализаций. Либо же можем обеспечить такую как-нибудь рандомность или равномерность распределения данных, и таким образом они будут прокидываться между всеми нодами одного уровня. Что такое болт и спаут? Тут есть вопрос? Это, наверное, два самых важных момента. Эту? Окей, хорошо, перейдем дальше. В теме еще будет затронут… В принципе, это все, что мы сейчас рассмотрели про шторм. То есть знать здесь, в принципе, гораздо больше, допустим, на этом этапе не стоит. Еще один момент – это Voldemort. Сервис, который, наверное, может быть, не все знают. Может быть, конечно, знают и все. Кто-нибудь вообще знает, что такое Voldemort? Один. Темный. Да? Вот как раз-то мы про него и будем говорить. Ну, собственно, значит, не зря. Это, в принципе, KVL Storage, разработанный, по-моему, LinkedIn, с очень маленькой комьюнити. Я бы сказал, вообще, в принципе, отсутствующий. Если вы когда-то с ним будете сталкиваться, у вас возникнут проблемы, в принципе, можно ничего не гуглить, а пытаться разобраться самим, потому что вряд ли вы что-нибудь найдете. В чем его преимущество? То есть почему он использовался на этом проекте? В отличие от других KVL Storage, у него есть огромное преимущество – это с помощью, допустим, того же самого Hadoop собрать Aura файл, это уже подготовленный стор, и залить его в редонный режиме. Таким образом, раз в сутки, предположим, можно собрать, регулировать данные и полноценный сторож положить куда-нибудь над этим сторожем, поднять World and War как процесс, и у нас уже есть подготовленный сторож. У нас нет необходимости заливать в сторож все батчами, которые занимают долгий промежуток времени. А при подготовке с помощью Hadoop и уже, в принципе, на выходе получить заполненный сторож. Это единственная его, как бы, плюшка, как с моей точки зрения. Его можно использовать громче? Громче надо, да? Да, да. Окей. Его можно использовать, как бы, и в других режимах, то есть он, в принципе, под капотом использует Berkeley DB, или там MySQL, предположим, в режиме Memory. Но есть недостаток, что он, в принципе, потребляет время от времени дополнительные ресурсы, и, как бы, регулировать этого практически нельзя, и со временем он может просто, в принципе, отвалиться. Но использовать его в режиме read-only, в принципе, очень даже, как бы, ну, не то чтобы выгодно, но как минимум оправдано. Что же в нем еще такое есть? Это такая гибкая структура. То есть, в принципе, там есть куча всяких уровней, начиная от роутинга и какими-нибудь сторами. Все это, в принципе, можно конфигурировать, и, как бы, на выходе получить структуры, физические архитектуры, различные, как бы, различного вида. В зависимости от ваших требований. В принципе, его можно поднять в рамках одного и того же процесса и получить какой-то им стор в том же самом процессе, наподобие как H2 делает, ну, что-то в этом роде. Так, перейдем дальше. Собственно, технические моменты мы рассмотрели. В дальнейшем я буду, в принципе, вам рассказывать о топологии, в которой мы работали, и расскажу ее на примере сегментации. Ну, собственно, давайте начнем с чего-то, что такое сегментация. Предположим, что у нас есть какой-нибудь компания, которая называется, допустим, Samsung. В данный момент здесь нет ничего общего с реальным проектом, который мы видели, просто Samsung. И предположим, где-нибудь на другом конце мира у нас есть Кевин. Кевин думает о том, что ему нужно что-то постирать. Естественно, как бы, у него нет ничего для этого. Нужен порошок, стиральная машина, что-нибудь еще. И начинает это гуглить. Что же происходит в этот момент? Samsung, естественно, как бы товарищ, который хочет все это, как бы, продать, но у него, как бы, нет для этого ни опыта, потому что он занимается продукцией. Что он делает? Он берет, находит компании, адвертайзинговые, которые за определенное вознаграждение готовы, как бы, ему помочь. То есть разместить каким-то образом его рекламу. Естественно, он платит ему какую-то денежку. Ребята, как бы, ничего, в принципе, такого не производя, нигде не размещая рекламы, находят компанию Google, которая предоставляет RTB-платформу Real-Time Bidding. И, естественно, эти же ребята, используя свои технологии, начинают в режиме аукционов, наверное, я бы называл это так, пытаться, как бы, выкупить этот слот для показа рекламы. Естественно, Адаяк указывает какие-нибудь различные вознаграждения, что является ключевым моментом здесь. И, соответственно, Кевин потом, заходя уже на следующий сайт, на следующую страницу, уже получает рекламу о стиральных машинах. Я думаю, что мы все часто встречаемся с этой ситуацией, когда начинаем что-нибудь где-нибудь искать, и хоба, и нам уже сразу реклама вываливается. Какие-то компании это делают хорошо, какие-то компании это делают плохо. Ну, предположим, есть компании, где, я, допустим, зашел, купил какую-нибудь там бутылку, не знаю, виски, и буквально через 2-3 недели у меня начинает выпадать эта реклама с этим же виски, вот не хочешь ли ты его купить. Есть компании, которые, я только написал какое-нибудь слово, и уже на странице у меня вываливается реклама. Либо следят за тем, что расположено вообще в контексте, этой страницы, либо долгое время собирают ваши предпочтения и используют их. Есть компании, которые, я думаю, что и Google тоже к ним относится, которые продают уже наборы заполненных наших предпочтений, и мы их в сегментации не используем для того, чтобы выбирать, какую же рекламу нам показать. Что же такое сегмент? Сегмент это какой-то идентификатор нашего предпочтения. Предположим, что может быть сегмент, который указывает, что это может быть Кевин. Есть сегменты, которые указывают на то, что мы любим стиральные машины, но уже не важно кто. А есть сегменты, которые говорят о том, что у нас есть сущность, которая любит красный цвет. Таких сегментов можно, в принципе, придумать тысячи. Но, допустим, у нас есть ситуация, что у нас есть более сложный сегмент, какой-нибудь Кевин, который любит стиральные машины, еще при этом любит красный цвет. Таким образом, простейшие сегменты агрегируются и получаем более сложный, что приводит нас, в принципе, к сотням миллионам возможных комбинаций. Как же это обрабатывать в реалтайме, в процессинге, когда нам приходит ивент, чтобы сразу понимать, что же любит клиент, к какому сегменту он относится, что ему продавать. В принципе, этим и занималась, можно сказать, наша компания. И поэтому я вам расскажу о нашей структуре, которая у нас была. Так, ну, начнем с того, что мы как бы не видели, откуда данные приходят. У нас была какая-то, допустим, кавка, наша точка входа, и она генерировала в порядке от 40 до 100 тысяч ивентов в секунду. Это приблизительно составляло около 150-300 мегабайт в секунду каких-нибудь данных, характеризующих человека. Данные аккумулировались, и был такой как бы batching layer, который накапливал те данные, и в течение, допустим, суток или двое процессировал, ну, в принципе, устаревшие данные. И после этого результат складывался в Voldemort, в рейдорное хранилище. Там находилось в порядке после очистки около 30 терабайт как бы информации о пользователях. Все здесь хорошо, за исключением того, что как бы есть отставание в один или два дня. Если же к нам Кевин приходит и хочет найти что-то сейчас, нам в течение нескольких секунд нужно отреагировать и продать ему это здесь и сейчас, естественно. Либо если он ищет удочку, то надо ему удочку предложить сейчас, потому что он может, в принципе, ее не найти потом, или найти у кого-то другого. Для этого использовался патча Storm, ну, про который, в принципе, мы сегодня будем разговаривать. Что он делал? Помимо того, что у нас было рейдорное хранилище, было еще так называемое, как бы, хранилище, где хранились инкрементальные части. Инкрементальные части... Зачем это нужно было? Когда приходил какой-то ивент, то, естественно, вытягивалась рейддонли часть и агрегировалась путь с этим ивентом. В результате брался этот ивент, и вот эта часть, которая изменилась, инкрементальная, то есть эта маленькая, допустим, доля, она вкладывалась в хранилище с инкрементальными профайлами. Когда приходил еще раз ивент такой же самый, допустим, по отношению к этому пользователю, мы просто брали его, вытягивали с двух этих хранилищ, агрегировали, и таким образом получали данные, которые собрались за несколько дней последних, один, два, три дня, и с данными, которые, в принципе, накапливаются на протяжении, допустим, года. И таким образом получали здесь и сейчас актуальные данные пользователей в течение нескольких секунд. Все это на этих данных высчитывали сегменты, относили его к определенным клиентам, к определенным группам, и уже к какому-нибудь приложению, которому это было необходимо, отдавали на протяжении, допустим, 5-10 секунд, он же мог, в принципе, продавать клиенту за то, что клиенту интересно. Переходим как бы дальше. Что же было, когда мы пришли? То есть проект не начинался, в принципе, с нуля, все технологии уже как бы были выбраны, и то самое важное, это то, что было очень много серпати-зависимости. Это Voldemort, несколько кластеров Cassandra, было достаточно много эксепшенов с непонятными, как бы, содержанием просто эксепшен, и топология, в принципе, была очень нестабильная, спустя какой-то промежуток, предположим, 10 часов, она падала и, в принципе, отказывалась больше работать. Ее пытались запроцессить на протяжении года, и, естественно, как бы, почему-то, ну, естественно, раз нас привлекли, у них это не получалось. Ну, что, в принципе, перейдем, наверное, дальше. Как же выглядела топология? Так, я же сказал, у нас начинается все с кавки, дальше нас следует какой-то Bolt, который занимается парсингом, допустим, первого ивента. Ивент приходил в виде G-SUN, естественно, как бы его нужно было распарсить, парсить и переходить дальше. И тут следующий идет Batching Bolt, Bolt, про который я говорил, что необходим для того, чтобы аккумулировать данные. Зачем это, в принципе, как бы необходимо? У нас есть Surparty зависимости, это две Cassandra и Voldemort, которые, допустим, нам необходимо подождать, естественно, пока все три зависимости подтянутся. Плюс есть еще такая, как бы, нюанс, что latency не всегда стабильная, где-то быстрее, где-то медленнее. Таким образом, как бы, в best practices есть использовать именно такой Bolt для того, чтобы, допустим, взять, ну, там, допустим, 100 каких-нибудь ивентов и всем 100 начать потягивать данные. Кто быстрее, допустим, успел к себе потянуть необходимые, как бы, зависимости, тот первый идет дальше на процессинг. Таким образом, не оставляя возможности процессору простаивать, а наоборот, как бы, по максимуму использовать его мощность. И после этого и шел достаточно тяжелый Bolt со всей бизнес-логикой. И там, в принципе, творилось все, что только могло. Высчитывали сегменты, это все находилось в одном месте, был здоровенный файл, страшно было туда заходить, заглядывать, вообще оптимизировать что-нибудь. И, ну, естественно, когда магия заканчивалась, данные шли, ну, сегменты шли в свой сохранилище, профайлы шли в свое хранилище. На самом деле топология выглядела гораздо немножечко сложнее, там еще дополнительные были триггеры и тому подобное. Ну, в принципе, как бы, картинка была такая. На этом этапе, скажите, есть какие-то вопросы, связанные с топологией, болтом, процессингом? Вообще, понятно, что откуда войдет? Поднимите руки, кому непонятно. Да? Клуб стесняшек. Я думал, только я волнуюсь, нет? Я западаю ни про файл на слайд. Ну, давай. Не, на фону еще раз. Еще раз, да. Рядомный профайл, такие 30 терабайт, они каждый день перезаливались? Да. Звучало, что в Волдеморт вы заливали, чтобы вы щодня перезаливали 30 терабайт. Да, где-то так. Окей. Ну, получается, он не гасился, как бы создавать сторож, чтобы потом просто переключать между ними таким образом. Окей. Сегменты. Это было что-то просто заходходное? Или это была какая-то адаптинная штука? Как она вообще работала? Сегменты. Сегментация. То есть, я так понимаю, что вы, задача, мы на вход получаем какие-то данные, и мы потом... Переводим их в сегменты. Да. Какие критерии жесткие? Да, кто-то забивает, кому-то важно. Но нет, нету как бы необходимости сразу строить. Но приходилось на... Была ли ситуация, когда логика сегментации менялась, и надо было все перепроцессировать? Каждые сутки был хедуб джоба, который перепроцессировал все. Окей. Или когда приходит новый ивент. Да, да, да. Ну, они добавляются постоянно, они постоянно изменяются. Предположим, что, допустим, минуту назад мы получили какие-то факты, да, о юзере, мы составили ему сегменты. Естественно, он постоянно ходит по страницам. Мы когда лазим, да, отключаем, открываем новые ссылки. Ивентов, которые мы создаем, их очень много. Они всем одинаковые. Ну, в какой-то момент, допустим, адвертайсинговая компания добавляет новый сегмент, потому что им важно, чтобы что-то происходило именно в Европе, да, он добавляет сегмент Европа. Все, то есть, как только это добавляется, приходит новый ивент, пересчитываются для этого пользователя, и он уже... Вы что-то посчитали. Да. Теперь компания добавляет новую логику. Эта логика будет доаплайна только через сутки, так? Нет. А что мы будем делать с теми уже посчитанными данными, которые с теми 30-ю терабайтами, которые считались... Полностью все будут пересчитаны, да. Полностью все будут данные, исходя из логики, будут пересчитаны через сутки. Но сегменты мы получаем здесь и сейчас... Ты сейчас зайдешь на страницу, предположим, появится новый какой-то сегмент, все, и для тебя как бы уже сегменты изменятся. Да, для тех людей, которые не заходят, для них сегменты не будут меняться. Но они и не заходят, для них и не надо их, чтобы они поменялись. Только нужно менять только у активных пользователей, правильно? Понятно. Есть еще вопросы? Какий был алгоритм сегментации? Что? Алгоритм сегментации. Алгоритм сегментации? Ну, я не могу этого рассказать. Это было без фотографии, или это уже просто... Ну, как я уже сказал, мы пришли, уже все было, в принципе, написано. То есть логика вся как бы есть. Была проблема только со штормом, то есть что он либо не работал. Как это? Ну, это бизнес. Здесь я точно ничего не могу рассказать. Все? Отлично. Идем дальше. Так. Какими? Собственно, это мы посмотрели, все заливается кассандрой. Какие проблемы мы увидели после того, как, в принципе, поработали немного времени? Пару недель или месяц? Ну, в принципе, проблемы, которые, наверное, собирали мы все это время, которые мы сегодня, наверное, разберем. Первое – это группировка. Наверное, как кто-то его знает, а может кто-то нет, но это реальная проблема, которая может съедать, в нашем случае она съедала до 30% производительности. У нас были случаи, когда она съедала практически 100% производительности. Я расскажу потом, почему. Дальше – это вот этот большой жирный болт, который было тяжело понять, что там происходит. И, в принципе, мы знали, что он очень тяжелый, и это наш единственный ботеллнек основной. Если мы его сможем оптимизировать хотя бы на 20-30%, мы получим 20-30% производительности. Потому что, в принципе, логика достаточно горизонтальная. Как можно представить себе трубу? Если, допустим, этот наш жирный болт, он забивает всю эту трубу чем-то, естественно, ивенты не могут проходить. Чем больше мы расширим это пространство, тем, естественно, больше ивентов мы сможем пропускать. Был также неравномерный поток. Практически большую часть времени, конечно, он был около 60 тысяч век в секунду. Когда-то 40, когда-то 120. На тот момент были множество идей, переезжать какие-то изменения клаудов. В общем, основная задача состояла уменьшить стоимость кластера от 2 до 4 раз, чтобы его потянуть, при этом не потерять мощность, а, наоборот, даже, в принципе, придерживаться более высоких. А какой пауз? А? Какой пауз провалимый использовал? У них был свой. Ну, то есть свой собранный кластер. Спасибо. Ну, была идея, конечно, использовать Амазон, но, как бы, она не прижилась. Да. Ну, поменялись бизнес-цели. Не нестабильные кассандры. Это был какой-то феномен, потому что спустя трое суток, в принципе, лейтенции кассандры было около 6 секунд, что, в принципе, как бы вообще нереально, какой-то вообще стриминг здесь использовать. Все представляете, 6 секунд ждем на один реквест. И спустя 10 часов топология, в принципе, можно сказать, ложилась, процессилась она в 4 раза медленнее, и причины, почему это происходило, никто, как бы, не знал, только были предположения. Собственно, как бы мы и начали наш шаг с того, чтобы, в принципе, увидели UI, как он выглядит, и попытались понять и увидеть, где же являются наши бутонеки, что нужно оптимизировать. В принципе, если вы будете работать с штормом, и у вас появится какой-то проект, первым делом нужно заходить сюда и смотреть, где узкие места. Как это можно определить по UI? Во-первых, стоит обратить на колонку, так называемую capacity. Эта цифра показывает, сколько времени уделяется данному болту. Чем больше эта цифра, чем ближе она к единице, тем больше, как бы, логики, то есть, тем больше времени не тратится на эту бизнес-логику. В идеале, когда у вас все эти цифры ближе к единице, значит, топология сбалансирована, и все хорошо. То есть, в принципе, здесь можете не париться, а переходить просто к оптимизации. Если же у вас цифры, ну, допустим, здесь у нас есть хотя бы одна единичка, ну, предположим, что они очень маленькие, то значит, есть какие-то проблемы. Либо, если очень большие цифры, больше единицы, тоже есть какие-то проблемы. В первом случае, может быть так, что вам просто недостаточно каких-нибудь буферов для того, чтобы обрабатывать этот поток, поэтому, как бы, все болты просто простаивают и ожидают чего-нибудь. Либо же, если у вас она больше единицы, то есть, предположим, 2-3, то значит, в принципе, топология не сбалансирована, и время тратится на какие-то ожидания, а там где-то, в принципе, не должно быть. Чем ближе мы приведем эти цифры к единицам, тем, как бы, мы получим более скоростную топологию. Что еще тоже стоит обратить, это количество эков, эки, это цифры, которые показывают о том, сколько ивентов мы пропускаем за какой-то промежуток времени. Обычно это 10 минут. Ну, и, собственно, здесь, наверное, ну, и ошибки. Можно, в принципе, увидеть ошибки, которые происходят на наших болтах в реальном времени. Для начала, в принципе, этого достаточно для того, чтобы увидеть топологию и понять, где же есть болты унек. То есть, как только мы обратим на колонку, которая называется Execute Latency, мы увидим это время, которое тратится на обработку одного ивента. По ней можно сразу же увидеть, какой болт занимает больше всего времени. Естественно, зная, какой болт занимает больше всего времени, мы знаем, какой болт стоит оптимизировать первым. Нет смысла брать болты, у которых время Execute значительно меньше. Даже если мы его ускорим в разы в 5 раз, мы все равно не увидим производительности, потому что мы не сможем по производительности пройти вот этот вот болт, который занимает больше всего времени. Поэтому необходимо брать от тяжелых болтов и переходить к более легким. Ну, и также в E-Lite можно увидеть, в принципе, структуру, как выглядит связь между болтами, увидеть, где поток, допустим, более сильный, где, ну, и, в принципе, latency, которые на этих болтах происходят. Собственно, как бы эта красивая картинка, она мало информативная, но зато выглядит клево. Нам она, в принципе, ни разу не помогла, но зато можно увидеть, как это все выглядит, знаете, снаружи. Хорошо, какие можем выводы сделать здесь, на этом тапе, ну, в принципе, которые мы сделали? То, что нет смысла как бы оптимизировать легкие болты. Наша топология, можем сказать, что она настолько быстра, насколько быстр наш самый слабый болт. И от этого стоит отталкиваться. Нужно использовать UI для того, чтобы увидеть, где эти слабые болты и знать, с чего, в принципе, начинать копать. И тоже очень важный момент, мы можем запускать топологию, в принципе, видеть какую-то клевую или плохую картину и сделать сразу же выводы, перезагружать ее, что-то менять. Но нужно хотя бы подождать минут 30, особенно если тяжелые топологии, потому что шторму все-таки необходимо время разогнаться. Ну, и такой момент, что хотя бы один болт должен быть приближенный по капасите к единице. Если меньше, то знаем, что это уже проблема. Вообще, за все это время, за этот год оптимизаций, я, наверное, понял такую вещь, что пока мы не чувствуем топологию изнутри, то есть, ну, неважно, мы знаем там джаву, мы знаем какие-то, как все это классно оптимизировать, но пока мы не чувствуем изнутри, как вообще работает эта вся система, в принципе, можно там ничего не делать. Результатов особо не добьешься. Только как бы, имея это чувство, можно как бы прийти к какому-нибудь правильному результату. Но само UI-ка это как бы не даст. Поэтому необходим какой-то другой механизм, который бы давал ощущение и понимание, что же происходит. Потому что там внутри происходит своя отдельная жизнь, и на таких потоках ее визуально просто не увидеть. Поэтому мы следующим нашим этапом решили все-таки проинвестировать все в метрики. То есть мы не шли сразу оптимизировать, но на самом деле мы пытались оптимизировать кое-что, поняли, что не работает, мы не понимаем вообще, на что это влияет. Вроде бы, знаете, нашли какую-то классную штуку, какой-нибудь классный момент, высок кода, который реально можно в этом, либо избавиться от него, либо как-то ускорить несколько раз. Запускаем, но у нас цифры все те же самые. Что происходит, почему это, никакого ощущения, никакого влияния. Поэтому мы следующим этапом взяли и покрыли практически каждую строчку кода бизнес-логики какой-нибудь метрикой. То есть в принципе, если у нас была хотя бы одна строчка, в которой что-то происходило, и хотя бы минимально могла нагрузить процессор, даже там на 1% или там полпроцента, хоть что-то, мы ее покрывали метрикой для того, чтобы увидеть вообще когда-нибудь в жизни у нее что-то происходит такое, при которых ее latency могло, допустим, увеличиться, либо же какие-то происходить спайки, либо что-то, что даст нам вообще какие-нибудь ключи, чтобы разгадать эту загадку. Поэтому мы использовали графит в этих целях. Что нам дает в принципе графит? Он дает нам какую-то базу данных для хранения метрик. И у нас еще поверх нее можем поставить графану, которая будет красивенько показывать еще эти графики. Если мы покрываем достаточно большую топологию, это в принципе сотни различных метрик, которые можно красиво здесь, красиво в графите, графане в принципе презентовать и получить такой себе центр управления космическими кораблями, где будет крутиться куча красивых классных графиков. Можно делать умной лисой, кому-то даже ее показывать. Насколько мы многого добились. И на самом деле это очень дает крутые штуки, понимание того, что же происходит изнутри. Потому что вы можете в принципе топологию оставить на ночь. И что-то будет происходить. Почему-то она будет падать, почему-то будет подниматься, но только на графике можно будет увидеть, на графиках, можно будет увидеть, в какой момент это происходило. И какой именно болт. На какой строчке кода происходило в данный момент зависание. Конечно, это не очень оправданно покрывать все именно сразу, но как бы можно в принципе сначала все покрыть, а потом что-то не нужно поудалять. Это лучше, чем по чуть-чуть добавлять и потерять вообще какое-то понимание того, что же там происходило. Ну и в принципе в следующем, ну как только мы покрыли все метриками, увидели полную картину, мы приступили к оптимизации. И уже смотрели, какие оптимизации приводили к каким результатам. То есть оптимизируя какой-то кусок кода, мы уже видели, что этот данный кусок кода действительно ускорился на какой-то там процент. Либо же это повлияло ли это как-то на топологию или нет. Ну и в принципе можно найти ключевые какие-то моменты, которые более-более важны для ускорения, а какие-то более нет. Поэтому в принципе есть какие-то правила и выводы, которые мы сделали на данном этапе. Ну естественно, что нужно как бы оптимизировать какие-то куски кода, которые очень сильно влияют на цепу. Это в принципе логично. Да. Ну естественно, лучше еще использовать какие-то батчинг-подходы для того, чтобы уйти от моментов, когда мы не используем процессор. Ну допустим, подгрузка серпати зависимостей. Есть еще такая проблема при использовании батчинга, связанная с тем, что предположим, в какой-то момент мы решили остановить топологию. Ну у нас допустим наша топология занимается тем, что считает деньги. Мы ее остановили как-то некорректно допустим. И проблема батчинга в том, что нету ивента, который дернет последний ивент. То есть пришел последний, он попал в батчинг. Но нам нужен финальный ивент, который заэплает те ивенты, которые сейчас находятся еще в буфере. Поэтому в U-Storm есть такая технология, которая называется System Tiki. Их можно активировать, и он допустим каждую секунду будет схватить просто рандомный тик, то есть рандомный ивент, который, ну естественно пометка, что это систем, который просто нужно скипнуть, но он даст возможность вызвать метод Executable там. И таким образом зафлашить то, что у вас накрепилось в буферах. И еще очень важный момент, которым, ну наверное и раньше я как-то так скептически относился к некоторым настройкам тайм-аутов. Ну и в этом проекте оно немножечко поменялось. Все дело в том, что, естественно, как бы, когда шлется запрос, мы все ожидаем, что он обработается быстро. Но есть определенный там 1%, допустим, там полпроцента ивентов, у которых эти запросы приходят гораздо с большой лейтенцией. Ну мы все это в принципе знаем. Что даже если в принципе мы от Кассандры ждем что-то, что придет через пол миллисекунды, то есть полпроцента запросов, которые приходят через 2-3-4 секунды. Для этого время как бы у нас останавливается наш цикл, потому что он ждет, пока же к нам подтягиваются эти данные. Для того, чтобы этого избавиться, есть два пути. Первый, это мы ждем типа и в принципе плюем на то, что происходит. И второй момент мы берем и канслим наш ивент, отмечаем то, что он как бы failed и пропускаем его заново через сети, 7 кругов ада. Но в практике я показываю, что если мы будем их фейлить, мы получим, конечно, большое количество ошибок, но при этом обработка данных будет гораздо быстрее, потому что проще как бы не ждать 3-4 секунды, а подождать 30 миллисекунд и, допустим, потратить еще 10 миллисекунд на дополнительный перепроцессинг, ну перепроцессинг, и уже через пол, ну через 50 миллисекунд получить результат, нежели ждать его 6 секунд. И вот в итоге как бы это показало, ну что он в принципе дало. В принципе свои какие-то 5-10% производительности только за счет того, что мы фейлием некоторые ивенты и заново их прогоняем, мы как бы получили. И еще один момент в оптимизации, это garbage collector. Можно его круто оптимизировать, мы когда пришли на проект, он был реально там как бы так оптимизирован, что мы даже боялись в принципе что-то менять, там было столько настроек, что нам пришлось в принципе потратить достаточно много времени, чтобы в принципе изучить, что они делают, потому что все, что мне кажется, можно сделать в garbage collector, и там типа было указано. Изменять что-то было очень странно, мы не знали даже вообще в принципе почему принимались такие решения, нам повезло, мы решили как-то перейти на новую джаву на восьмую, используя другой garbage collector, удалив все эти настройки, которые были до этого. Это реально была удача. Что это дало на самом деле? Есть определенные проблемы, связанные с буферами и их наполнением, я о них расскажу позже. Но вот переход на G1, как бы восьмую джаву, он как бы просто даже без каких-то либо изменений просто пофиксил эти проблемы в принципе. Это проблема, которая возникала через 10 часов, она как минимум, ну она тоже была, но она была значительно меньше, ее практически можно сказать не было, только еще того, что был выбран другой garbage collector. Я расскажу потом почему это. Так, переходим дальше. Естественно, мы потратили кучу времени на то, что оптимизировать код и у нас вообще совершенно ничего не получилось. В принципе, работали нормальные ребята, которые в принципе толково подошли к вопросу и все сделали еще до нас. Мы, конечно, думали придем, сейчас быстренько найдем пару проблем и как герои, такие супергерои, хабы, выйдем скажем, вот мы ускорили вашу топологию два раза, а только пофиксил какой-нибудь там бах. Ни хера, мы не нашли этого. Извините за выражение. Мы ничего там не нашли. Даже, честно говоря, очень расстроились. Решили. И решили пойти другим путем. То есть посмотреть на проблемы вообще с разных сторон. Одно из этих направлений была оптимизация стоимости. Хорошо, мы решили. Мы не можем как бы ускорить топологию, но мы можем, наверное, подойти каким-нибудь таким путем, что возьмем и наш кластер, который есть, как мы на тот момент в принципе собирались перечать какой-то клауд и должны были выбрать кластера для этого, что давай мы посмотрим на проблему по-другому и возьмем более дешевые просто кластера, но возьмем их в три раза больше. Естественно, мы как бы обосновывали это не только тем, что давай просто попробуем. У нас были определенные наблюдения, которые показывали, что один воркер и, допустим, там маленькое количество болтов работает гораздо лучше, чем в два раза больше их количество. просто после определенного рубежа болты аффектят друг друга и мы получаем, наоборот, downgrade производительности вместо того, чтобы его ускорение. И, естественно, мы увидели картину, что в таком раскладе цифра выходила около 50% прирост производительной скорости только за счет того, что мы берем более слабые ноды, естественно, более слабые. Мы берем в три раза слабее ноду, она, естественно, стоит в три раза дешевле, мы ее берем в три раза больше. В принципе, оставляем те же самые деньги, тот же самый кластер по деньгам, но при этом получаем еще просто с воздуха производительность около 50%. Да, по-моему, до 50% мы рассчитали получить, да. Там получалось очень серьезно. Почему мы вообще так решили? У нас были достаточно большие кластера, на которых было 24 ядра, 120 гигов оперативы, и мы использовали по максимуму эти 24 ядра. То есть, в принципе, задача стояла нагрузить их так, чтобы они, в принципе, не могли дышать, чтобы idle тайма вообще, в принципе, не было. У нас была какая-то скорость, а потом как-то мы взяли и просто случайно начали оптимизировать и начали просто добавлять болты по одному для того, чтобы найти этот баланс между болтами, количество между болтами, сколько их нужно поставить. И мы заметили картину, что у нас при какой-то нагрузке, допустим, на 12 ядер, у нас все работало гораздо больше и быстрее, чем мы нагружали все 24 ядра. То есть, мы, в принципе, поставили в два раза меньше производительность, но при этом получили какой-то серьезный improvement в скорости только за счет того, что мы не использовали процессор на полную. И из этого мы начали дальше и плясать, чтобы взять более слабые машины и не аффектить друг друга. Следующее, что можно сделать, когда у нас есть такая топология и, естественно, нельзя как-нибудь оптимизировать код, это попробовать уменьшить критический путь ивента. То есть, избавить, допустим, у нас есть топология с цепочкой 8 болтов, попробовать сделать 4. То есть, ну, не просто как бы все свести в один болт, а попробовать найти болты, которые у нас, допустим, находятся в хвосте и перенести их, допустим, на какой-то этап раньше и сделать их более параллельными друг с другом. В принципе, мы это и сделали. Если мы перейдем немножечко дальше, ну, я, наверное, это потом покажу. В принципе, мы это и сделали. У нас были такие, помните, ну, давайте, наверное, в принципе, это сейчас и рассмотрим. То есть, как выглядела наша ниша топология, я уже показывал. Что же у нас получилось? То есть, это топология, которая была раньше, то есть, которую мы уже видели. И на этапе мы получили два дополнительных болта. То есть, мы на самом деле добавили болты. Но хвостовой, как бы, хвостовую часть, этот профайл DataWriter, помните, он был в конце, теперь он становится до эвалюации сегментов. Что нам это дает? То есть, пока мы посчитаем сегменты, данные, которые мы посчитали для профайлов, в этот момент сохраняются. К тому моменту, как мы получили сегменты, у нас уже, в принципе, эти данные для профайлов записаны. И таким образом, как бы, мы убрали эту лишнюю, ну, зависимость, то есть, уже, да. На самом деле, было еще, там, несколько болтов, которые мы перенесли тоже на этап раньше, как раз за счет того, что разбили эти болты. И получили таким, в свою парочку, или там, 5% производительности к плюсу. Конечно, немного, но так как там в одном месте 5%, в другом месте 5%, в итоге получится 10%. 10% на 100 нодах, это, в принципе, 10 лишних нод. И перейдем к следующей проблеме, которая называется проблема с буферами. Она, на самом деле, очень связана с проблемой группировки тоже. И на каком-то, ну, я дальше расскажу, насколько может быть проблема с неправильным размером буферов привести к тому, что весь кластер просто умирает, ну, и с выбранной группировкой. И, в принципе, непонятно, что вообще происходит. Что же такое буфера и где они используются? Помните, я вам говорил о том, что есть экзекьюторы, что экзекьюторы болт, в принципе, это одно и то же. Это немножечко не так. Если мы посмотрим на эту картинку, мы видим, что у нас есть посерединке болт, в котором дергается метод execute. Для того, чтобы обеспечить работу этого болта, необходимо еще две очереди. Очередь на вход и очередь на выход. Это очередь с ивентами, по которым проходят, ну, очереди, по которым приходят ивенты. Есть еще дополнительный тред, тред, который обеспечивает пробрасывание этих ивентов. Все. И вот, в принципе, тред и еще эти две очереди, и называется экзекьютором. То есть это как бы одна сущность, которая отвечает за то, чтобы работал весь этот механизм. Важный момент, который здесь стоит запомнить, наверное, и урок на будущее, это то, что если у нас используется какой-нибудь группировка, которая прокидывает данные между нодами, то, естественно, у нас появляются еще две очереди, которые отвечают за то, что нужно засерилизовать данные и их перебросить. Если уже у нас данные прокидываются между болтами в рамках одного процесса, этап серилизации не проходит. Естественно, все будет как бы быстрее, нет никаких, помимо того, что сетевых нагрузок. Ну и наш кириасе-реалайзер как бы нас не аффектит. Если у нас есть какой-то ивент, который себе агрегирует, допустим, серт-пати данные из Кассандры, и этим могут, допустим, занимать мегабайты, то, в принципе, серилизация может как бы существенно повлиять на производительность. Ну, в общем, все здесь как бы четко и понятно. На этом этапе с буферами все ясно? Есть какой-то вопрос? Потому что он сейчас будет ключевым, потому что будем говорить об этом дальше. Чем была проблема? А? Чем была проблема? О, я сейчас расскажу. Главное, чтобы вы понимаете, что такие буфера и как они используются. Есть вопросы? Так вот. Проблема. Проблема – это размер буфера. По дефолту он достаточно маленький, около 1000 ивентов. Или в рамках шторма, они называются там тюплами. В нашем случае ребята, которые были до нас, оптимизировали топологию и выставили нам ивенты около 32 тысячи. Это понятно почему. Потому что это рекомендация, если у вас очень быстрая топология. И так ее оставили. Оно, в принципе, как бы работает, никому не мешает, мы ничего не видим. Если быстрые ивенты идут, то, в принципе, как бы просто буфер большой, но они там не накапливаются. Но на самом деле со временем они начинают накапливаться, если мы увеличиваем количество возможных элементов, которые могут сейчас, в данный момент, крутиться в топологии. И что же мы получаем? Мы видим экзекьютор. В экзекьюторе две очереди. На две очереди выстраивается один буфер 32 тысячи. Это 60 тысяч элементов только на один болт. В рамках одной ноды может быть около 20-30 болтов с такими буферами. Это умножаем на сколько? 60 тысяч, 600 тысяч, больше миллиона айтемов, которые находятся в этих болтах. Если скорость топологии очень большая, то они, в принципе, пролетают по этим буферам и проблем никаких не создают. Если же у нас все-таки есть какие-то тупящие болты, которые длятся десятки миллисекунд, за это время элементы успевают попадать не только в Ян Дженерейшн Гарбыш Коллектор, но и также в Вол Дженерейшн со временем накапливаться. Если у вас очень большой хип, то через буквально 10 часов он, в принципе, заполнится. И начнет очистку как бы памяти. И будет это делать с определенной периодичностью на всех нодах и постоянно. Это, в принципе, и приводило к тому, что через 10 часов топология, в принципе, теряла в производительности раза так в 4. Но, как бы, одной проблемы с буферами недостаточно для того, чтобы привести к таким результатам. Необходимо еще что-то, что, как бы, возьмет еще более прижмет это к земле. И сейчас мы рассмотрим, почему. Я вам говорил о том, что есть еще группировка. И вот, предположим, что, почему это важно в данном контексте, в принципе. Что же такое группировка? Это прокидывание между болтами, правильно? Предположим, что у нас есть два спаута, которые вытягивают данные из кавки. Как только такое начинается, наш топология загружается, он заполняет свои внутренние буферы, спауты заполняют свои внутренние буферы и передают наши ивенты на другие болты, которые находятся совершенно на других нодах. Так как у нас включена группировка, то, естественно, как бы, у нас есть, ну, то есть не любая группировка, а есть определенная группировка, да, там, по какой-нибудь по филду, по идишнику, то есть, которая гарантирует того, что item с определенным ID всегда будет попадать на одну и ту же ноду для того, чтобы гарантировать консистентность данных. Так вот, все начинается, все быстро работает, буфера заполняются, есть два болта, неважно, один быстрый, другой слабый, и они, ну, работают. Проходит какой-то промежуток времени буквально небольшой. И предположим, что, ну, давайте вообще просто для эксперимента возьмем и наш слабый болт вообще погасим, то есть, ну, сделаем что-то так, чтобы он не работал. Каким-то образом его заблокируем. Что должно происходить в этот момент? В этом моменте будет происходить, в принципе, такая ситуация, что на нашем болте, который мы сейчас заблокировали, накопится буфер. На спаутах, естественно, будут происходить какие-то процессы, которые будут раскидывать айтемы по этим двум болтам. Но так как у нас буфер в болте заполненный, и он сейчас стоит, не работает, то спауты, в котором сейчас находятся айтемы именно только для него, они начинают накапливаться, пока не накопится весь буфер. Буфер накопился, все, спаут заблокировался. Девать он куда-то кому-то в другое место как бы айтемы не может. Он ждет, пока болт не расчехлится и не начнет работать. Что делают другие болты в этот момент? Они стоят, потому что спаут не может потянуть для них данные, потому что его буфера заполнены. И таким образом, как бы, один тупящий болт, допустим, положенный или чем-то нагруженный, он просто берет и блокирует все остальные. Да. Тут таке питание. Вы сказали, что эти спауты берут данные, ну, даже на болты, и если кто-то не смогу працювать, заповнюется буфер, и устаётся проблема. А чего бы не сделать, ну, якийсь, ну, нибудь, ну, я сейчас правильно схемалюю, момент, когда мы берем данные, просто не брать данные для тех болтов, которые... А мы же не знаем. Проблема в том, что мы не знаем, какие данные мы будем вытягивать, да? Вот я спаут, да, допустим, я вытянул кучку данных, я их разбил, и всё, я отсылаю дальше. Мы же с каутки вытягиваем просто пучок данных, мы не можем сказать, да, мне 6-й, offset 17-й и 32-й. Правильно? Нет, я не знал, что не можем. Я думаю, что можно вытягивать. Нет, мы вытягиваем... Можно это сделать, если мы заранее преподготовим каким-то образом каутку, и там сделаем внутреннюю, ну, допустим, какой-то разброс по партишну, и тогда у нас спаут будет знать, что он вытягивает данные только для себя, и в этом случае тогда ему не нужно никуда их прокидывать, а только локально их, как бы, использовать. Я дальше расскажу, это одна из причин, как это можно поправить. Но на рівне спаута, когда мы уже взяли данные с каутки, мы можем их не загонять в буфер, если мы знаем, что они нам... А они просто не так, они сначала загоняются в буфер, а потом по чуть-чуть раскидываются, правильно? То есть данные у нас в буфере, пока мы их не раскидаем. Ну, тогда буфер можно очищать, а что делать с данными с этими? Просто логически, мы же не можем их выкинуть, с ними надо что-то делать? Обратно положить не можем. Не можем. Не, не можем. А сейчас как? Ну, все, ну, какая разница, даже если мы их положим обратно, у нас все равно апсеты остаются на том же месте, чтобы вытянуть опять же их с этого же момента. То есть пока мы не пойдем дальше, пока мы не расчеклимся с этим болтом, мы просто фризимся, и все. Такой вопрос. У нас ситуация, когда у нас есть медленный болт, и он постоянно или периодически медленный, это один вариант. И второй вариант, когда у нас просто спайки, то красный становится медленным, то синий становится медленным. Ну, сейчас мы гипотетическую ситуацию рассмотрели, которую мы просто взяли и остановили один болт, да? Да, но в зависимости от этого исправлять мы можем, то есть совершенно разные стратегии, как исправлять. Одна стратегия просто договориться, что нам надо два красных, один синий, и вот так вот тупо в лоб пофиксали, и все. Ну, либо избавиться от медленного, да? Просто удалить медленную ноду. Ну. Да, ну, то есть это один из выходов, да. Но если у нас просто пошел спайк, то для нас это уже не подходит, потому что сейчас у нас красные тормозят, через 10 минут... Это проблема с гарбеш-коллектором. Помните, я вам говорил, через 10 часов у нас наступала ситуация, когда начинает включаться гарбеш-коллектор и фризит какую-то ноду. Когда он фризит одну ноду, все остальные ноды тоже начинают фризиться, потому что, ну, в принципе, почистить там 60 гигабайт памяти, это, в принципе, как бы достаточно долгая операция. И на это все время, там это может быть десятки секунд, фризится вся топология. То есть только за счет того, что гарбеш-коллектор включился на одной только ноде. Теперь у нас она закончилась, и гарбеш-коллектор все почистил. Включается вторая нода, которая тоже включается в гарбеш-коллектор и начинает ее чистить. 60 нод. 60 раз фризится топология только за счет того, что 60 раз вызывается гарбеш-коллектор на 60 различных нодах. И этот процесс начинается непрерывным, и спустя 10 часов у нас появляются такие большие спайки. Вроде все работает хорошо, и сразу же там через минуту опять, типа, мы лежим, потому что где-то опять включился гарбеш-коллектор. или где-то что-то произошло мы заметили эту проблему на самом деле горбач коллектор это мы перешли на g1 и он как бы решил эту проблему очень даже хорошо в принципе вот именно проблема с горбач коллектором точно ушла только за счет того что поменяли возможно типа еще были какие-то нюансы те настройки которые там выстрелы помните я говорил простыня неописуемая но там принципе ничего такого как бы мы все проверили вроде бы адекватно было но настрой было очень много но перейдя на g1 так как структура то немножко другая то естественно как бы проблема это на большинстве в большом своей степени она ушла как минимум соу дженерейшн так точно да но он получается по каким-то критериям они не попадают ему достаточно было то есть из-за многоуровневости то есть процессинг было гораздо проще и быстрее плюс мы что сделали мы же знали эту проблему мы конечно видели эти большие буфера мы естественно не знали что может быть из-за этого проблемы не знали почему выставлен такой большой буфер может безнадёги решили поизучать этот вопрос и поняли что ребята выставили его для того чтобы обеспечивать максимально быструю как бы обработку из у нас допустим приходит быстрые ивенты но на самом деле можно было просто тогда снизить как бы количество а этому буфера до 1000 до стандартных настроек и как бы и никаких проблем тоже бы не было потому что а это мы все-таки не успевали попадать garbage collector я сейчас скажу как мы выходили но проблема в том что как бы у нас была группировка и нам не разрешали от него уйти потому что почему-то нужно было ну нужна была эта консистентность который на самом деле очень сложно было даже в рамках одного болта гарантировать не то что между болтами собственно это одна из проблем до garbage collector но я расскажу как у нас как мы вообще вышли на эту проблему и узнали как что на системе есть человек который приходит и делает черные дела постоянно когда мы на протяжении очень долгого промежутка времени вроде бы знаете мы установили garbage collector все четко работает и даже на выходных все хорошо а потом хоба понедельник понедельник ночь падает топология и все и она не падает она смысле ну по словам падает я призываю того что если он там производить производительность в этом 60 70 тысяч его на секунду а тут вдруг становится 3-4 тысячи в это в секунду и мы не мы когда выходили на работу мы естественно видели что уже все хорошо потому что прошло пять часов типа она была в такой вот непонятных состоянии потом поднялась отрезка вот поднялась и пошла себе хорошо дальше мы и логи смотрели что вообще этот момент происходили графики тоже нам ничего не показывали вроде бы знаете все чисто все гладко все хорошо и красиво как-то раз мы застали этот момент когда она упала и начали лазить по нодам оказалось что на системе есть человек какой-то мы будем назовем его просто кевин тоже который приходит и ночью естественно он занимается своей работой ему сказали ладно иди там есть кластер он там в тестом режиме делать свои как бы дела и он запускал свои скрипты которые занимались парсингом каких-то какого-то контента который стал был важен то есть ему нельзя было отказать но мы не знали что он существует и мы долго я расскажу что это на самом деле длилось наверное недели если не месяц пока мы не выловили этого человека не поняли что это все таки дело рук человека они системы то есть он заходил на одну ноду запускал свой скрипт который полностью выжирал процессорное время топология там то есть воркер который находился там естественно ничего не делал у него не хватало ему процессора он там работа на свои 10 процентов которые только мог достать с этого как бы процессора все остальные топологи просто ожидали типа как своих ивентов потому что не могли пришел человек на одной ноде запустил процесс и погасил нам все поэтому если даже мы возьмем и супер возьмем классную как бы кластер который он будет безумные крутые машины там 100 штук крутится а потом такие пожарничаем скажем у нас там где-то пособочки стоит классная машина канона два раза слабее но зато можно что-то еще дать и подключим нашей топологии и включим еще группировку все у нас максимальная скорость всех наших крутых нод будет равна скорости нашей самой слабой ноды для это кстати проблема который стоит внимание внимать брать во внимание если нет как бы каких-нибудь ограничений вы допустим можете не использовать группировку и шаффлинг а по дефолту он по моему сюда включен но и советуется то лучше не использовать использовать локальную группировку и потому что в этом режиме данные будут проходить на тем же самым по тем же самым нодам если одна из нод упадет или ляжет или кто-то возьмет и начнет что-то делать но будет только за фикси на 1 все остальные будут работать на максимальную мощность перейдем дальше какие мы здесь принципе можем сделать выводы из группировки если у нас включена группировка то надо всегда узнать что наша топология настолько быстро насколько как бы быстро наша самая слабая нода чем слабее но до мы поставим хотя бы одну тем слабее будет наша топология лучше дать нее просто избавиться либо же если это возможно просто отключить группировку использовать локальную версию и тогда в принципе все будет быстро летать и у вас в принципе не будет ни сетевых нагрузок и не будет сериализации то есть самый быстрый максимально быстрый режим использования но если вас уже будет нужна будет консистенция то вы без нее как бы без группировки не обойдетесь вам придется это включать и нам сказали что мы без группировки не обойдемся и поэтому нам пришлось решать эту проблему по-другому что же мы сделали по моему кстати решение это предложил даже тарас предложил разделить топологию на две части оставить часть топологии которая будет где будет необходима группировка и где нужна будет консистентность данных по отдельности и отдельно сделать топологию которая будет заниматься именно остальными как бы основной бизнес логикой но где группировка не так важно в принципе которые можно запускать и допустим не бояться спайков на просто со временем будет все равно догонять свои данные в принципе когда мы это сделали мы поняли что мы разрежем и где-нибудь здесь и оставим самую первую часть с гарантирование с гарантированной консистентностью что нам это дало так как это был очень быстрый кусок там необходимо не было подсчетов сегментации самой тяжелой части был просто расчет каких-то дельт и сохранение их то время которое жил кабы land составлял приблизительно парочку миллисекунд она была достаточно очень быстро и поэтому нам хватило около восьми девяти нот для того что обеспечить поток в 120 тысяч ивентов при том что мы рассчитывали принципе обеспечивать от 60 до 100 то есть да у нас осталась группировка да всего 8 нот из 60 которых у нас на тот момент были были по оставались подвержены этой проблеме но остальные как бы сколько там получается 52 ноды можно было использовать на полную мощность то есть это решение которое тогда мы приняли мы по-моему самое-самое гуманное что же мы получили мы получили call collection топологию достаточно быструю использовали между для коммуникации между этими топологиями еще промежуточную кавку для того чтобы тоже гарантировать каким-то образом консистентность данных и в дальнейшей топологии мы использовали партишины то есть кто знает что такое кавка и в принципе как она работает ну в принципе достаточно много то есть все знают что такое партишины давний и как такой как работает консюмер что для тех кто не знает давать на пару слов скажу это со своем докладе расскажешь так хорошо тогда что же происходит в кавке почему как бы можно здесь гарантировать какую-то консистентность данных и всегда сделать так чтобы идишник все дошло на одну и ту же ноду с помощью как бы стороннего как бы приложения получается когда мы записываем данные данных партишин ну всегда уже так вот какой-то текстовый грубо говоря файл который записывается в конце кавкас кассервер сама принципе ничего особо не делает все происходит на на уровне продюсера и консюмера продюсер сам принципе определяет какой из партишина все положить для этого он использует партицирование то есть мы описываем какую-то функцию которая определяет какой партишин положить и всегда начнут одни и те же идишники будут идти в один и тот же партишин на другой стороне есть консюмер который подключается только к одному из партишинов нельзя использовать ну как бы можно использовать несколько консюмеров если не будут в принципе с разных приложений чтобы читать поднимать им же партишном рамках одного приложения с одной одной серии мы не можем в принципе взять в разные консюмеры подключить к одному партишину то есть один партишин всегда принадлежит и к одному консюмеру либо же там допустим несколько партишин к одному консюмеру таким Таким образом, если мы используем Kafka, мы всегда гарантируем того, что данные всегда положатся в тот же самый partition с одним и тем же IT, и он возможно прочитаться только одним и тем же консюмером. Таким образом, мы убираем группировку из патча-шторма и перекладываем всю эту ответственность вообще в принципе на Kafka. Единственная здесь проблема, если у вас ID-шники, допустим, нераспределенные, допустим, равномерно, то может быть переполнение какого-то из partition, в котором будет накапливаться очень много данных, а в другом нет. Поэтому, да, используя эту технологию, необходимо гарантировать, что они равномерно будут раскладываться по всем partition. И получили второй топологию, которая в принципе делала всю черную магию, высчитывала в принципе сегменты и в принципе потягивала все surparty зависимости, делала все, что и делала практически раньше. И для нее мы уже использовали локальную группировку, как можете увидеть, и использовали ноды по максимальному, на полную мощность. Так, здесь проблему мы решили. Потом, естественно, как бы ММ-5 не можем заоптимизировать код, и нам необходимо было еще кое-что сделать. То есть, чтобы вы понимали, используя эту технологию, мы где-то получили еще плюс 20, ну около 20% производительности, грубо говоря. Потому что так у нас до 30, допустим, эффектива, ну от 20-30, а тут получается от 10-20% мы получали к производительности от текущей топологии. И было это очень хорошо. Дальше мы решили все-таки перейти к оптимизации этого жирного болта, но не с точки зрения кода, а с точки зрения изучения того, что же там происходит, почему он тупит, какие ключевые факторы являются тем, что он начинает работать либо хуже, либо лучше. Мы остановились на этих редонли профайлах, которые подсчитываются в их адупе. И, в принципе, используя метрики и персентали, разложили по персенталям. То есть, мы увидели, что большая часть профайлов укладывается в диапазон до 20 килобайт. До 75% ивентов, которые нам приходят, их профайл будет достигать, будет меньше, чем 20 килобайт. Все остальные профайлы могут достигать реально размера до 1 мегабайта. Если сравнивать их с временем расчета, ну, в принципе, это линейная зависимость достаточно, мы увидим, что эти 75% профайлов, учитывая максимальное время их подсчета, является 4 миллисекунды. Это максимальное время. Среднее время было 2 миллисекунды. То есть, если сравним с расчетом всех профайлов, то время там доходило от 6 до 8 миллисекунд. То есть, это где-то в районе 2,5-3 раза, по-моему, получалось. Если мы будем рассчитывать только мелкие профайлы, мы получим увеличение скорости в 2,5-3 раза. Только за счет того, что отсеивание более больших профайлов. Но, как бы, никто нам же не даст, нам надо все профайлы считать. Естественно, мы пришли с этим вопросом, нужно ли нам их пересчитывать и как часто их пересчитывать. На что получили, в принципе, ответ, что данных там нет достаточно для того, чтобы определить пользователя. И в большинстве случаев, в 99% случаев, получение новых данных совершенно никак не влияет на клиента, на его, как бы, сегменты. Поэтому мы решили профайлы вот этих юзеров больших пересчитывать, допустим, раз в час. Таким образом, в принципе, ну, больших мы сначала вообще говорили раз в сутки, но мы остановились пока что, попытались пересчитывать их раз в час. И получили где-то приблизительно улучшение в производительности в 2 раза. Только за счет того, что игнорировали большие профайлы и пересчитывали гораздо реже. Для этого мы использовали дополнительный болт, который, в принципе, никакой магии под капотом не было. Я использовал обычный Goala cache и отфильтровывал данные по размеру, даже используя просто локальную память. Ее было, в принципе, достаточно. Можно сказать, что те, в которых профайлы, которые в большей миссии занимают, для бизнеса, имеют больше значения, чем меньше профайлы. Какого-то значения? Давай, смотри, вот ключевая проблема здесь какая, которую мы изучаем, это предпочтение пользователей. Почему такой большой профайл? Потому что данных о нем настолько накоплено, мы уже знаем о том, что он любит красный, любит стиральную машину, любит автомобили, любит еще куча всего. Если он зайдет еще раз на страничку, на которой есть машина, мы добавляя о том, что сейчас он опять посмотрел машину, мы не добавим здесь новый сегмент, что он опять любит машины. Да, есть какие-то там нюансы реагирования, триггеры и еще что-то, но, допустим, на тот момент и та логика, она говорила о том, что данные, которые к нам приходят, мы только реально как бы получаем, ну, вернее, не так. Если нам приходят новые ивенты, мы далеко не всегда их пересчитываем, вернее, пересчитываем, но получаем одни и те же результаты сегментов. То есть на самом деле около 20 или 30 процентов юзеров получали как бы новый сегмент, когда они к нам обращаются. Или если он приходит первый раз, мы уже знаем, что он, в принципе, ищет. Мы, исходя из этого, взяли просто отсекли эти большие профайлы и увидели, что цифры вообще не изменились. То есть да, мы, может, потеряем парочку профайлов, мы же все-таки не клиентов потеряем, которые выносят на миллионы долларов. Мы просто потеряем, допустим, информацию о клиенте, который сейчас настолько, в принципе, здоровый, информации нам достаточно о нем, но который там, да, сделает меньше один просмотр как бы в день. Ну и все. Но зато при этом получаем как бы кластер, который в два раза дешевле. Если юзеры, например, не любят стиральную машинку, она все равно живет сейчас? Есть какой-то промежуток времени, ну, я не могу рассказать вам логику приложения, как это все происходит там и как это усчитывается, в принципе, потому что это бизнес-логика, да. Но предположим, что если даже мы аккумулируем все данные, то какой-то промежуток времени их можно удалять. Ну, если бы я, допустим, строил это приложение. Либо же можно брать как бы время, когда происходил ивент и какие-то менее значимые удалять, более значимые оставлять. Ну, то есть это все-таки логика. Как она крутилась здесь, я рассказать просто не могу. Да, они растут со временем. Да, профайлы в размере увеличиваются, но количество их не настолько там много. Ну, то есть, вернее, их там очень много и их настолько много, что там очень незначительности добавляется кто-то еще. Ну, то есть, чтобы вы понимали, это миллиарды людей. Да, ну, это будет, да, это будет. Будет, да. Мы видели, как, допустим, за 6 месяцев размеры профайлов увеличились и в интенсии тоже там на полмиллисекунды поднялось. Да, это было, ну, здесь мы ничего не можем сделать. Люди, люди живут. Единственное, ну, единственное, что здесь надо учитывать, что можно поставить какое-то, допустим, время, когда стоит удалять старые данные. И нам пришло 10% за этот месяц новых данных, то нужно удалить 10% старых, которые уже нерелевантны. Ну, конечно, это работало две стороны. Зачем нам иметь, вообще думать о том, что человек делал 3 года назад, правильно? Есть еще какие-то вопросы? Хорошо, тогда перейдем дальше. И, то есть, мы уже, в принципе, там получили достаточно, как бы, приемов для того, чтобы получить топологию, допустим, сократить ее как минимум раза в 3 тогда. И наступил другой момент. Как сделать так, чтобы уйти от того, что мы платим за ноды, которые простаивают. То есть, мы не хотим поднимать ноды, которые будут висеть постоянно, а будут подниматься, допустим, в ночное время, когда больше трафик. Дополнительно ноды и уложиться после того, как, допустим, трафик ушел. То есть, ну, такие динамические добавляющиеся и удаляющиеся ноды. Естественно, шторм это не умеет делать. Для того, чтобы это сделать, ему нужно добавить эти ноды и нужно перезагрузить весь шторм и подождать, пока он опять разгонится. Ну, и хотелось, естественно, заказчику, чтобы это было динамично и можно было как-то это сделать. И мы решили перейти на микросервисы. Такой популярный термин. И вынесли всю бизнес-логику вообще из шторма. В шторме оставили только оркестрирование, то есть управление тем, что, за какой момент происходит. Было, конечно, опасение того, что эти микросервисы будут работать гораздо медленнее. И, в принципе, решение, которое мы выбрали с Spring Boot, типа, как-то будет для того аффектить. Может быть, там, стоило нам выбирать что-нибудь более быстрое, там, написанное на Net и оптимизировать. Но, в принципе, оказалось все достаточно быстро и без какой-либо потери производительности. То есть, в принципе, шторм, ну, то, что он максимально мог производить, этими микросервисами нормально как бы и обрабатывалось. Использовали для того, чтобы менеджить эти сервисы. Мы использовали Marathon. И, естественно, кто-то знает, если кто-то не знает, что такое Marathon, в принципе, может быть, знать, что такое Mezos. Это контейнеризация. И, естественно, если это контейнеризация, это, значит, докер. То есть, в принципе, ну, не в принципе, это ресурс-менеджер, который использует Mezos и докеры для того, чтобы динамически добавлять и... Ну, или ложить какие-нибудь там ноды. Ну, парочку, допустим, кликами. Ну, у нас не заработало, в принципе, это все быстро сразу, как мы ожидали. Когда мы, естественно, подняли, поняли, что, в принципе, ничего не работает. И первое, что мы делали, мы перешли к правилу номер один и все покрыли метриками. Так как это уже протоптанная дорожка, тоже практически очень многое было покрыто метриками. И мы нашли, что, в принципе, там все работает хорошо. Вернее, как бы не могли увидеть, где работает не так. Пока, в принципе, взяли, не сделали просто банальное какое-то там решение. Синхронизировали все трэдпулы, которые у нас только были. Их там было достаточно много, там 5 или 6. Но для каждого типа серпатия зависимости, да, для каждой Кассандры, в принципе, у нас были по отдельной трэдпулы. Их нужно было и по латенсимсах синхронизировать, и по количеству. И еще очень важный момент, который здесь был, и который мы реально затупили, это поставили почему-то изначально количество возможных параллельных запросов в размере 200. Хотя при этом мы знаем, что процессор будет нагружен на полную мощность. Что к чему это привело? К тому, что, естественно, шторму пофигу, он тебе будет кидать столько, сколько он сможет. Эти 200 коннекшенов он идеально заполняет практически сразу. Естественно, процессор не может никак столько обработать, потому что максимально, что может сделать, это там, ну, 24, да, допустим, процесса использовать, который будет его полностью нагружать. Ну, еще можно, допустим, парочку поставить, которые в этот момент будут еще там серпатия зависимости загружать. И он начал докидывать их до 200 штук. Это нагрузило процессор настолько, что у нас не то, чтобы там преимущество было в скорости, практически время тратилось на то, чтобы управлять этими процессами, то есть этими тредами и как-то организовать эту работу. И в итоге, как бы, у нас производительность упала там в 10, ну, практически 10% из того, что мы должны были процессить, а на всем остальном, как бы, производительности не было. И процессор показывал о том, что вот я сейчас вообще просто сейчас сдохну. У нас начинали даже появляться на некоторых машинах такие сообщения, типа, критический уровень температуры, там, нужно перезагрузить. Мы писали нашим DevOps, мне говорят, это нормально, типа, используйте. Я говорю, ну, только немножко меньше нагружайте. И, ну, пока просто в эту пулю не взяли, как бы, ну, естественно, логически, как бы, ну, это все очевидно, да, и понятно, что какой смысл, типа, 200 потоков, если ты, в принципе, 24 не можешь обработать. Ну, поставили, ограничили их там 30 потоков, и все четенько, да, пошло. Это была, наверное, основная проблема. Метрики показали, что все остальное хорошо. Ну, вернее, как бы, мы оптимизировали по метрикам, и, перейдя на микросервисы, мы, в принципе, в производительности ничего не потеряли. То есть те же самые ноды обработали то же самое количество ивентов, и при этом у нас появляется возможность динамически их, как бы, добавлять. То есть мы не дошли, конечно, до этого этапа, где это делает автоматически на уровне шторма, но это, в принципе, можно было делать руками при необходимости. Так, и перейдем к проблеме, которую я говорил про Кассандру. Она достаточно интересная, и, наверное, не всегда стандартная, потому что все думают, что, окей, там есть какой-то кластер, поставили там ноды, типа, и, наверное, все там, все работает, все бегает, все клево. Нам говорили неоднократно на протяжении долгого промежутка времени, что, блин, Кассандра не справляется, это, короче, не знаю, вам нужно что-то сделать, работать с тредпулами, как-то ее оптимизировать, но не работает. Проходит несколько дней, она просто тупит. Не знаем, что делать, давайте на что-то, может, перейдем. Мы доигрались с этими тредпулами, и это было, как бы, не совсем понятно, почему она сразу работает хорошо, а потом, как бы, работает плохо. Доступа у нас к кластерам не было, но когда мы их получили, естественно, мы решили уже не доверять тому, что сказано, потому что у нас, в принципе, от безнадеги, мы не знали, что делать. Мы говорили, давай хотя бы зайдем, посмотрим, найдем какие-то проблемы, и скажем, да вот проблемы у вас, типа, не у нас. И, да, мы зашли, и, значит, протестировали, как бы, наши, нашу Кассандру, когда она была пустой, но, было вообще четко, там были SSD-шники, около полтора терабайта, они реально, короче, работали все четко и хорошо. Ну, вот, проходит три дня. Тут, знаете, как сложно тестировать, когда ты результат реально получаешь только через три дня. Такое, о, что-то не получилось, надо перезапустить, еще раз ждешь три дня. И... Ну, это самое главное, на год растянуть проект. И, как бы, запустили бенчмарки, увидели, что вот на момент, когда, вот, уже заполнены, как бы, сториджи, то есть, ну, заполнены, это, грубо сказано, потому что там около ста гигабайт, в принципе, наверное, там было на каждой из них. Ну, может быть, там пару сотен, ну, грубо говоря, там 20-30% сториджа. Но при этом у нас еще был TTL какой-то, который через три-четыре дня начинал, как бы, чистить данные. То есть, был процент и удаления, и добавления. И в этот момент сториджи отдавали со скоростью SSD. Сториджи отдавали со скоростью в три-четыре раза медленнее, чем обычный HDD. Ну, мы, конечно, причину не знали, почему так. Ну, сделали там парочку снимков, показали, как бы, нашему продакт-менеджеру, как-то, PM-у. И он, естественно, напряг девопсов. В девопсе сказали, о, да, действительно, есть проблема. И, да, действительно, проблема, которую невозможно решить, связана с тем, что есть какое-то несоответствие между SSD-шниками и чипсетом, который был выбран для этого кластера. И это проблема, потому что, как сказали, вроде бы, да, проблема есть, но решать, как бы, денег ее тоже нету. Но нужно, чтобы работало. Ну, долго ждали. Сначала, конечно, обещали кластер, но потом поняли, что это, как бы, безнадега, и решили, как бы, ну, давай, ладно, если у нас уже есть такие крутые ноги, донды, ну, ладно, SSD там не работает. И вряд ли будут работать новые, наверное, если купят, то не скоро. Давай хоть что-нибудь попробуем. И мы решили использовать какое-то место Кассандры in-memory storage. Ну, взяли для этого AeroSpike, потому что они очень похожи, в принципе. И есть возможность, во-первых, есть две клевые штуки у AeroSpike, которые нету в Кассандре таких. Вот это in-memory mode такой клевый, какой у них. И второе, это то, что есть возможность обрабатывать конфликты. То есть, если мы записываем какие-то данные, там есть что-то наподобие VectorClock, которые, если вдруг кто-то у нас возьмет более старые данные и попробует нас перезарядить, мы получим ошибку и можем сразу отреагировать и перезаписать этого заново. Или пересчитать, допустим. Это чего не давало нам Кассандра и почему нам очень важна была консистентность. То есть, перейдя на AeroSpike, мы, в принципе, даже могли уйти от этой дополнительной группировки, которую мы повесили на, в принципе, на Кавку. Ну, на вторую Кавку. А, ну, в принципе, и на первой мы тоже, в принципе, могли уйти. Ну, в общем, у нас была такая надежда, мы, по-моему, даже это сделали. Просто перейдя на AeroSpike и на систему контроля этих ошибок, мы, в принципе, могли отказаться от того, что использовать группировку. Так вот. Мы перешли, и, честно говоря, работает, работало все очень круто. У нас было порядка 40 нот, у которых было 128 гигабайт. Этого, конечно, было немножко недостаточно. Где-то нужно было около 45-50. Но, как минимум, этого достаточно, чтобы это все протестировать. В AeroSpike куча... Есть определенные проблемы, которые стоит, конечно, упомянуть. Но InMemory Mode работает четко. То есть я, в принципе, могу сказать, что если у вас будет такая возможность использовать InMemory Mode, да, используйте, вообще очень работает. Очень классно, очень быстро. Так, что еще стоит упомянуть здесь? Ну, вообще, наверное, стоит рассказать про AeroSpike. Какие проблемы все-таки в нем есть? Ну, давайте, наверное, перейдем на этот слайд. Первая проблема, которая есть в AeroSpike, если у вас большой кластер, это ограничение в 32 ноды, если у вас Community Edition. То есть если ваш заказчик пока не знает, нужен ли вам AeroSpike, и он не может его вам купить, а там цены, в принципе, у него нету изначальной, то у вас есть ограничение в 32 ноды. Если же вы начнете это делать сейчас, уже у вас там будет какая-то другая версия. Но на тот момент нам достаточно было перейти на одну минорную версию назад, чтобы уйти от этого ограничения и получить большой кластер. В принципе, по-моему, лицензия там позволяет взять и поменять как бы эту настройку самостоятельно, перекомпилировать AeroSpike и получить полноценный. Ну, как бы никто на это не идет. Но, по-моему, лицензия как бы это позволяет взять. Я могу ошибаться, так что перепроверьте. У вас в Cassandra 2 терабайта лучше было, да? А? У вас в Cassandra 2 терабайта, да и… Для чего такие луки-кластеры, да? У нас на 2 терабайта, а что? Ну, там получается, что проблема не в объеме, как все положить. Можно, в принципе, положить все было на 2 ноды, а чтобы обеспечивать как минимум по 10-20 тысяч, ну, по 10 тысяч запросов на один сервер. Если мы все положим на одну ноду, там он не вытянуть по 100 тысяч запросов в секунду. То есть, это только для этого. Там не нужны были большие эти как бы SSD-шники. Это была, кстати, одна из стратегий, как зарезовывать это все, продать эти дорогие SSD-шники и купить менее дешевые, и поменять чипсы за эти деньги. Возможно, они это сейчас так и сделали, то есть, ну, пока этого не знаю. Хорошо, так. InMemory Mode работает очень круто, очень клево. Есть проблема, ну, возможно, а вообще кто-то работал с аэроспайком? Нет, никто не работал. Хорошо. Я просто, может быть, я не прав, и там на самом деле есть какая-то, не знаю, классная кнопочка, которую ты нажимаешь, и у тебя все четко работает в режиме оптимизации SSD. Но у нас она просто не работала. Работала круто пару дней, а потом как бы у аэроспайка начинается какая-то проблема. Эта проблема называется миграция данных. То есть, что такое миграция данных? Это ребалансик, может быть, в терминах Кассандры. Когда у нас падает одна нода, он автоматически все, типа, прокидывает репликации на другие, как бы, да, ноды. Называется это у нее, там, миграция, data migration. Проблема была в том, что когда у вас 3-4 терабайт или 6 терабайт данных, это у нас был уже другой кластер, не связанный с этим, то он никогда не заканчивается. То есть, миграция происходит постоянно. В этот момент, естественно, как бы она работает раза в 4 медленнее, и этот процесс не заканчивается никогда, потому что за это время он, типа, думает, что еще какая-то нода упала, и начинает ребалансинг опять. Ну, может быть, когда-нибудь бы он и закончился, я это, как бы, события так и не увидел. Нам было уже проще, так как мы еще в режиме тестирования, ну, первый день мы, по-моему, ждали, там, 3-4 дня, потом все, удалили эти данные, как бы, начали заполнять их изначально. Но, как бы, фазы, типа, я закончил все готовым. В in-memory моде это обработает быстро, в SSD у нас вообще, в принципе, почему-то не работает. И другая проблема, которая с этим связана, это нельзя отключить этот ребалансинг, ну, так как мы его хотим отключить. Так как это сделано, допустим, в Кассандре, когда мы приходим, и, допустим, у нас упала нода, у нас ничего не происходит, где-то накапливаются данные, мы подняли ноду, все, чук, только для этой ноды восстановилось, и проблем никаких нет. Почему-то, ну, может быть, сейчас в новой версии распайка не это пофиксили проблемы, но на тот момент она была, то есть, либо ты отключаешь ребалансинг вообще, то есть, никогда, если у вас подойдет нода, все, то есть, либо ты ее поднимаешь, либо у тебя данные, как бы, будут непостоянные, то есть, ты теряешь их и так. Либо у тебя автоматический ребалансинг, не было какого-то мануал-кнопки, когда ты сказал, все, я убрал ноду, пересчитай, или все, я переподнял ноду, ты просто ее данные, как бы, обновишься, чтобы он не включал ее автоматически. Этого не было, и это была реальной проблемой. Вторая проблема, которая, ну, третья, наверное же, проблема, которая там есть, это когда нам нужно перезагрузить все-таки AeroSpike. В Enterprise Edition у них есть такой ход restarting, что-то типа такой функционала, когда он использует shared memory для хранения своих ключей, то есть, для того, чтобы отдавать данные, он все ключи хранит у себя в памяти. Так вот, когда мы перестартовываем, как бы, кластер, не в Enterprise режиме, а в Community, на того, чтобы поднять 2-3 терабайта данных, только ключей для этих 2-3 терабайта данных, уходит, ну, у нас уходило около 2 часов. За это время он, в принципе, ничего не может отвечать, потому что у него нечем отвечать. То есть, пока ключи не загрузятся, он блокирует все запросы. То есть, вы теряете, как бы, кластер на 2-3 часа. После того, как поднимается этот кластер, начинается дата миграция. И это вообще не заканчивается никогда. И в итоге, если да, это приводит к тому, что мы теряем данные. То есть, ну, как бы, с точки зрения, как бы, даже кассандры, где мы ее перестартанули, как бы, у нас, ну, да, мы подождали, но в этот момент мы что-то даже можем делать, что-то можем отвечать, то, как бы, с аэроспайком я не достиг это. Я предполагаю, что, возможно, нам не хватило уровня, возможно, нам не хватило каких-то дополнительных настроек, там, не знаю, хардбитов, а? Как же, просто трамбулы его не перезапускать. Так, есть, понимаешь, там такие настройки, которые можно поменять, только перестартанув. А что выбрала сама аэроспайк? А? Какие ты можешь предложить, например? Например, HBase? Ну, HBase достаточно медленный. Для real-time HBase и да, не приходит? Нет. Ставки, апдейты, а HBase? Нет. Не, не, для читания. Для читания. Ну, у нас, у нас куча инсертов, куча апдейтов. Фигуры-то, типа, что это проблема? Ну, HBase гарантирует консистентность данных. Он не может быстро, как бы, это делать. У него write-ы точно медленные. Для вставки, это дошли до. А? Для вставки, это дошли до. Да, конечно, это Кассандра оптимизирована на чтение, HBase оптимизирован, то есть, да, на записи, а HBase оптимизирована на чтение. То есть, это два противоположных продукта, грубо говоря. В Кассандре и венчу консистенции, в HBase, по-моему, просто консистенции. А, можешь, пожалуйста, повторить? Я просто не услышал. Вы пишите, что если в Мемори Мод, если ты как-то что-то выполнился, почему вы не взглядали инши и Мемори Дата Гриды? Таких, там, Coffin, Z3, Ignite. Ну, не знаю, мы просто давно смотрели на AeroSpy, хотели бы пробовать. Ну, нас как бы он настраивал, во-первых, потому что он говорил, что мы, в принципе, как Кассандра, но еще там, по-моему, в 10 раз быстрее, что-то не такое ли там на своем сайте. Мы как-либо не увидели этих производительностей заявленных, но как бы рассчитывали на это. Это было все ради фана. Чтобы здесь прийти сегодня рассказать. Заказчику, в принципе, это не нужно было. Говорит, ребята, через год у вас конференция. Мне вот просто важно, чтобы вы хорошо выступили. Вот вам продукт, короче, вот вам деньги. Через год просто, пожалуйста, хорошо, расскажите. Ну, естественно, как бы все ожидалось. Это, ну, в принципе, находится в рабочем состоянии, когда выходили, закончился проект. Он, в принципе, есть. Единственное, что как бы с нас сняли эту обязанность типа продолжать его дальше, переложили на девопсов, типа мы должны представить описание, что нужно сделать, чтобы его запускать, перезапускать. Ну, и проблемы, которые еще стоит как бы зарезолвить. Это вот проблема с последним кластером. Ну, по сути, там добавить еще 10 нот, и будет все четко работать. И, в принципе, что еще тут стоит сказать про эксперт, в принципе, наверное, и все. То есть, если бы я знал, как его хорошо правильно настроить в режиме оптимизации с SSD, то я бы его, наверное, использовал. Сейчас, допустим, для себя бы я бы не рискнул его использовать. Ну, взял все-таки Кассандра, но все-таки доверительнее, комьюнити побольше. Но в InMemory, блин, работает очень круто. Хорошо, переходим дальше. Ну, и, в принципе, на сегодня, наверное, пожалуй, это все. Чем я хотел сказать. Давайте, наверное, подведем еще итоги. Что, наверное, самое важное, что стоит как бы брать, когда мы работаем с аэроспайком. Ну, первое, это то, что мы, ну, вообще, если мы когда что-то делаем с бигдатой, это тратим время, тратим много времени и получаем как-то все максимальные метрики, которые возможны. Это реально потом сократит в разы, в десятки раз работу. Потому что, как бы, фиксить или оптимизировать то, что мы не видим, это, в принципе, невозможно. Так как бы задебажить там, в принципе, нельзя. Логи спасать нас никогда не будут. Потом, что нужно сделать, это, конечно, первым этапом смотреть, где у нас какие-то боталенеки. Идем в UI, смотрим производительность, смотрим метрики, находим тонкие места и берем, короче, оптимизируем. Все, если нечего уже оптимизировать, потом, да, важное правило, мы не трогаем буфера. Мы никогда не трогаем буфера. Если на это нет причины. А? Нет, так, ну, если мы трогаем, то возвращаем это назад, потому что ребята после нас, возможно, потратят время на то, чтобы разбираться с проблемами. Я, наверное, тут не рассказал, наверное, момента с буферами, когда же стоит их поднимать. Но когда действительно очень быстрая топология и когда у нас его, получается, живет на протяжении, допустим, 1-2 миллисекунд, то маленький буфер в 1 тысячу его совершенно недостаточно для того, чтобы быстро пробрасывать эти ивенты. Вы увидите в UI, когда такую картину, что у вас вроде бы все четко работает, но процессор не нагружен на полную мощность, но вы не можете вытянуть как бы больше, и у вас очень, капасити практически очень маленький, там, допустим, 0.5, там, 0.3, ну, не дотягивая до единицы, то эта проблема, скорее всего, именно в буфере его не хватает для того, чтобы пробрасывать ивенты между болтами. Вот только в этом случае рекомендовано поднимать до 32 тысяч, то есть, в принципе, что было и сделано. Но только в этом. В другом случае, тысячи, в слове, достаточно. То есть, даже 10-20 миллисекунд для жизни ивента, тысячного, как бы, буфера, достаточно для полнофункциональной работы. Постараемся избегать кросс, ну, то есть, не использовать шафлинга, если это возможно, то есть, использовать локальный шафлинг. Если же нам нужно, как бы, включать и консистентность, то стараемся, может быть, подходить таким подходом, как сделали мы, разрезать топологию пополам и оставить какую-то зависимую, важную часть, где нужен, типа, этот шафлинг в одном месте, а все тяжелое остальное вынести на другую топологию, которая будет заниматься тяжелыми вещами. Никогда не останавливаться, даже если вы не знаете, где оптимизировать, всегда можно посмотреть, как бы, на проблему с другим углом и попробовать оптимизировать либо по стоимости, либо как-то избавиться от какой-то нагрузки, которой они стоят, допустим, делать каждый раз, а стоит делать, допустим, реже. Либо же разрезаем топологию, получаем еще дополнительные преимущества здесь. Ну и, как бы, нету, как бы, определенного общего правила или какой-то рекомендации, как настроить так, чтобы оно всегда четко работало. Собираем метрики, только на метриках делаем выводы и принимаем решения. То есть всегда, даже когда у вас подменяется какое-нибудь качество потока, у вас придется все оптимизировать по-другому. Придется оптимизировать все заново и балансировать все заново. Ну это недостаток, как бы, шторм, это то, что, типа, всегда при изменении каких-то входящих данных нужно будет все переоптимизировать. То есть выставлять новые какие-то настройки, новое количество болтов, которые вам необходимы для процессинга. Ну и только метрики и метрики. Это, в принципе, пожалуй, все. Если есть вопросы, я отвечу. Немного нубский вопрос. У вас не было возможности мониторить сами баффера, потому что у каждого разный опыт. Я бы сказал, что с баффером надо начинать. Единственное, чтобы ну, ты что-то поменял и ты видел, его заполненность. Видел, то есть он забит, не забит. В идеале. Забит, увеличили. Он пустой, значит, почему пустой? Может его вообще убрать? Там вот это вот все. То есть вы не пробовали с буферов начинать? Он, по сути, должен быть всегда пустым или там должно быть минимальное какое-то значение. Просто когда у тебя выходит, что приходит какой-то ивент очень большой, который тормозит допустим, процессор сейчас, то чтобы в этот момент вся топология не останавливалась, у него был какой-то букер, на который буфер куда-то докладывали все данные, а потом бы они, когда закончился этот процесс или garbage collector, допустим, какой-нибудь или еще что-нибудь, он бы взял бы их до процесса, но этот буфер, он, в принципе, всегда будет каким-то минимальным, ну, средним значением. То есть он не будет всегда максимальным. Что мы пытаемся купить за latency маленькое или чтобы страткут был большой? Потому что то, что вы рассказываете, это чтобы был маленький latency. Правильно? Нет. Подожди, давай раздеремся. Если буфера не заполнены для того, чтобы ивент максимально быстро пролетал, а я сейчас говорю о том, чтобы максимально, чем побольше ивентов одновременно обрабатывать. Ну, буфер он не обрабатывает, понимаешь, ничего. Ну, я имею в виду понимание. Он просто, это какой-то ивент, который находится в состоянии ожидания. То есть ты поставишь большой буфер изначально, он будет накапливаться, а в смысле от них что не накапливается, если мы их не процессим. Да не только, может быть, я неправильно понимаю вопрос. Да, надо бы так говорить. Ну, давай тогда отдельно. Хорошо. Какая резюма по всем этим действиям? Ну, как продуктивность выросла? Финальная? Сложно замерить финальную, потому что проект был на протяжении года. Но вот на этих участках, которые я рассказывал, вот тогда производительность, ну, те цифры, которые я показал, она, в принципе, такие были. Ну, не сумевали, не по початку, но и через рейт я буду. Где-то на два раза, когда мы обрезали, допустим, этот механизм с кипа, допустим, данных, он где-то в два раза ускорил производительность. Потом, когда мы избавились от группировки, ну, там процентов, допустим, на 10-15 мы получили производительности. Сокращение пути, там, грубо говоря, ну, там где-то до 5% еще. Ну, в принципе, данные, которые я показал, они такие, ну, больше, чем раза, наверное, в 2-2,5 мы точно там получили производительности. Но какая, допустим, вот на финальном этапе, потому что, вы видели, топология очень изменилась, там появились микросервисы, на самом деле изменился очень поток к тому моменту. Там появились какие-то группированные какие-то ивенты. Мы в конце, допустим, некоторые из тех оптимизаций, которые мы сделали, они уже, допустим, были не совсем как бы релевантны или давали, не давали такую производительность за счет того, что кастомер начал сам делать на своей стороне, допустим, те же самые оптимизации. То есть, такой момент. И от начала и до конца нет возможности загрузить первую, допустим, топологию, посмотреть, как она, допустим, сейчас бы отрабатывала с учетом того, что у нас трафик именно такой, чтобы сравнить. Но... Пишка в том, что появилась визибилити. До того не было взагалі визибилити профтозованості, что происходит. Запускает, вона падает. Но когда падали лоли и началась матрика ваза, визибилити появилась? Да, естественно, но вона все равно падала. То есть, можно сказать, перевага не в течение сколько разов увеличился в группу, сколько разов стал дешевший хартбер, на котором она радилась. В том, что появилась визибилити и понимание, что взагалі на кожному етапу не вбувається. Ти оправдан? Ну, да. Ти же участвовал вместе с нами.